Здравствуйте! Сегодня поговорим об относительной влажности воздуха. Эта тема сейчас очень актуальна, потому что зима, включено отопление. И, например, если на улице при нуле градусов воздух имеет 100% влажность относительную, и, заходя этот воздух при пролетривании, через форточку как-то, и нагреваясь в комнате с помощью отопления до 20 градусов, то относительная влажность этого же воздуха будет уже не 100%, а всего лишь 25%. Если же мы нагреем этот воздух еще до 30 градусов, то относительная влажность уже будет примерно процентов 15. И такой сухой воздух очень агрессивен для растений, и не только для растений, но и для людей, потому что дышать с сухим воздухом, в общем-то, некомфортно. Поэтому сегодня мы поговорим, как же измерить эту влажность воздуха. Сразу хочу сказать, что оптимальная, идеальная влажность воздуха и для людей, и для растений это в районе где-то 40-50%. Как же измерить? Ну, сейчас есть электронные приборы, которые сразу показывают влажность воздуха, но я обратил внимание, что они, в общем-то, иногда очень даже врут. Поэтому измерить влажность воздуха можно с помощью обычного градусника. Любой градусник. Берем вот, например, градусник. Вот я его выгнал. Спиртовой. Градусник. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы вот был открытый доступ к самому резервуарчику, где находится жидкость, которая нам измеряет, в общем-то, температуру. Итак, что мы должны сделать? Мы измеряем температуру воздуха. Ну, вот, например, я потрогал градусник, он уже правильно, наверное, измерять не будет. Поэтому я сейчас вот повожу куда-нибудь его. Вот, например, вот еще что. Влажность воздуха в разных местах комнаты может быть различная. И поэтому, если у вас какие-то полки с растениями, и вы хотите узнать важность воздуха именно вот в конкретном каком-то месте, то измерять эту важность воздуха нужно в этом именно месте. Ну, например, давайте измерим вот важность воздуха вот здесь, например. Сейчас мы положим градусник и измерим температуру. Ну, пять минут мы подождем. Итак, прошло около пяти минут. Этого достаточно для того, чтобы температура выровнялась. И вот мы смотрим, не беремся за... Так, у нас тут, смотрим точно, вот у нас двадцать два с половиной градуса. Двадцать два. Запишем. Так, вот тут ручка. Запишем. Двадцать два с половиной градуса по Цельсию. Теперь старый метод, способ. Берем ватку. Этот старый, хоть, но самый точный, он покажет именно ту относительную влажность, которую ощущают сами растения. Потому что приборы все-таки, они... Увлажняем ватку. Увлажняем. Она должна быть не сильно мокрая, а такая вот... Ну, чтобы с нее не капало. И вот это место, вот так вот мы оборачиваем кусочком ватки. Для чего? Влага будет испаряться. Будет происходить охлаждение. И температура будет другой. И мы кладем на то же самое место. И ждем. Но тут уже нужно будет подождать, наверное, больше. Минут десять. Четвертый метод. здесь у нас в комнате очень важно это орхидариум видите вот конденсат даже на потолке но здесь вот я думаю что здесь важность воздуха где-то около 90 процентов ну думаю от 80 до 95 ну сейчас вот градусник нам покажет точно а сколько же здесь влажность воздуха именно вот у цветка где мы положили этот градусник и так вот прошло минут десять этого достаточно и смотрим точно какая тут температура 21 градус и так 21 градус то есть температура влажного градусника 21 градус 21 0 значит что мы получаем сухой градусник температура была 22 с половиной важный 21 и того разница полтора градуса теперь берем смотрим в таблицу это психометрическая таблица да называется вот она можно сказать так смешно и смотрим при 22 градусах но у нас было 22 с половиной но смотрим при 22 и так а вот здесь вот разность показаний у нас полтора градуса но посмотрим на 1 и на 2 и вычислим средняя и так если бы у нас была разность в один градус то у нас было бы 92 процента а если бы было два градуса то 83 ну поскольку у нас полтора градуса значит у нас где-то посередине между этим и этим значением ну это где-то 90 98 процентов ну вот в принципе влажность воздуха здесь по показаниям градусника и получилось то что я и думал то есть 88 процентов скажем так для орхидей для орхидей такая влажность прекрасно идеально если мы возьмем фиалки скриптокарпусы то все-таки такая влажность слишком высокая нужно снизить ну наверно до 50 процентов но в квартирах когда особенно зимой когда включено отопление важность может быть и 10 процентов и 20 процентов тогда конечно же нужно важность воздуха повышать хотя бы ну хотя бы до 30 процентов если же ну желательно хотя бы вот до 30 процентов